синяк давай 30 округлил тени в 30 надо округлять а в 33 с периодом не туда-то округляешь округлен поехали ботри андетовский мирор хэпича нормально не загораживаем дмитрий я так привык сегодня на на тизе смотреть что пошел тыкать уже в мини-карту что переключиться на другое место не расслабляемся а бобриков добрик говорит привет бро все-таки твой манекромиссии герой фа крутая фишка реально без подколов рулит подержал ваш карман спасибо за спасибо спасибо за спасибо спасибо бобрико спасибо торг форестай поддержал на 100 рублей и сообщает до болеем только за своих за умных и самых добрых хороших игроков вперед крафт я хотел сказать о матче sonic против хавка ты за кого будешь болеть я за соника вспоминая вчерашний подождите если вы вдруг пропустили давайте легенький хайлайт вчерашних игр слэш интервью вот посмотрю короче any questions еще вопросы нет все спасибо отличное интервью отличные игры спасибо большое если я если если еще раз выиграем если нет то это это конец молодец он веселил нас вчера хорошо было посмотрите в общем запись а там интересно погнали так ребята у нас второй товарищ геккон который который знает кто такой моргенштерн ну знает то ладно многие но не скрывает что знает так что ну вчера был один такой товарищ с такой же шуткой и сегодня привет а моргенштерн это моргенштерн да получается только на каком-то шведском или немецком морген это булава из диабла да 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 моргенштерн дробящее оружие да я имею ввиду откуда откуда пошло с немецкого морген утро штерн звезда немецкий спасибо гидроорг сяо джон говорит один мейкер хорошо два два лучше ну что а личовка у хэппича это нормальная тема как раз для того чтобы помешать джеку поставить базу потому что если ты начинаешь под лечом крепится то ну вот или нычку ставить это может очень плохо закончится импейл попытка окружить но выскакивает опа гулька у хапача уходит одна красный не 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 туда не доконтроливает одну или доконтролил слева увел две красные гули хэппич красиво а куда тут его кидать ты чё он больше своим урон нанесет чем вражеским минус одна гуля у крава динаи там скелетов еще динаи идут хорошие крафт старается контролит околит с надеждой смотрит на на разгорающуюся битву там битву где-то в дуали думает ставить ему экспант не ставит но видишь что наши не совсем побеждают в момент когда ты произносишь никнейм типа гидроорк и понимаю насколько хорошая дикция хорошая дикция улучшает качество стрима гидроорк чувствую здесь мог быть троллинг от ашанчика но я пока не понял откуда а тебе там не дует сейчас хапача с наздайми прям хапача что-то дышит он тяжело дмитрий на хорош лоб то нагнетает он там сверху мне щекотно вот пока не сказали не замечал а сейчас прям смотрю и прям чувствую дыхание императора гидроорк гидроорк мы часто говорили и орки и гидро такие гульки красные посмотрите ваааа третий лич третий жук но пока пока все ровненько 30-30 лимита да там по теку у хапача значительно все лучше но да здесь все зелененькие у хапача ой импейл импейл две гулики красные блин как хапач попытался хорошо отконтролить но все равно одну гулю теряют а еще минус гуля еще минус гуля два две гули с одной стороны две гули с другой отлично новый откидывается хапач выходит из окружения и в результате оказывается все таки по лимиту на самом деле не в плюсе но я не понимаю почему там либо до заказ был да там был до заказ гульку как минимум одну кравда заказал что заходили они в эту битву 30-30 а получилось как то 28-24 то есть минус 2 лимита получается да пожалуйста чате чуть выше чтобы видны грейды qr-коды левее камера на месте qr-коды чтобы видеть грейды аааааааааааааааааааааааааааа Слушай ты представляешь сколько целодвижений мне нужно сделать я же не смогу так раз два три Я не понял, пропустил я ошибку. Там, видимо, была какая-то проблема с... Да не только гулей, ему не хватало здоровья, чтобы уйти на персоналки. Опять вот, посмотрите, сколько здоровья люча. Вспомните, что там было 4 гули и этот, и жук. Он бы оттуда не ушел даже без импэйла. А, QR под хэппи. QR-код — это простой доступ в чат. Вы берете свой телефон, считываете QR-код, если смотрите, находясь далеко от клавиатуры, например, телек, смотрите. И все, и у вас под рукой... Ну, или на планшете тоже неудобно, если вводить. Все, у вас на телефончике есть чатик, который вы можете написать. Сергей Зерг, здравствуйте. Девятка когти. Хорошо. Ну, говорит, мобильном приложении на Android обновление было недавно. Да, обновление было недавно. Приложение вернулось у нас в Play Market. Спасибо большое за оценки. Я посмотрел, что оценка увеличилась там с 4.4 до 4.7. Несмотря на то, что там было две с лишним тысячи оценок до этого. То есть сотни — это точно товарищи. После информации это и зашло, скачало приложение и оценило его. Дестройер Форм Пуш. Короче, очень хорошие артефакты у этого УЖК. Прям очень хорошие. Во-первых, барабаны. Во-вторых, большая мана. Приходит Жук. Ловит новую в кучу. А Хапичи здесь может и посражаться. Ловит, правда, импейл. Но там третий тир и арба, понимаете? Там лечевка-то непростая. Да. Да. Может продавит даже. Нормально, может продавит. Правда, вышки две делаются. Одна доделалась уже. Баррикада, смотрите, пытается выбраться через убийство баррикады. Пошин несет, ДК не успевает. Это ГГ-1-0. Неплохо. Причем главного героя убирает. Привет, Мизон. ДК пытается там что-то со своим фростморманным несчастным добиться, но Хапичевский ДК уже третьего уровня. И если вы обратите внимание на миникарте, видно, что Дима делает базу наверху на 12 часах. То есть даже если каким-то макаром здесь получится отбиться, то... Сейчас нужно новый кинуть в Акалитов. Оп, хороошее новое. Минус один, минус два. Сейчас тыкнуть в третьего. Хорошо отконтроливает. Да-да-да. Юриста говорит, удачи, хэппи, она ему понравится. Это Краф вчера рассказывал в интервью про то. Но он такой, типа шоумен, веселенький. Подбираются новые гульки. 41 лимит на 34. В целом, типа пока ситуация для Крафа по лимиту терпимая, но если смотреть на игру, в целом, это просто развал. Все герои уже Крафа мертвы. Все. Целая гора трупов из Акалитов, которые пытались, и до сих пор там один не сдается, наш гордый. Пытался чинить Спирит Таур. Смотрите, там просто кладбище вокруг, справа от Зигурата. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И восьмой час Акалит пытается починить Спиритку. Без шансов. Хочем Акалитам. 75. Это виспы по 60. Ну, кого-то по 60, у кого-то по 120. А все остальные рабочие по 75, если мне память не изменяет. Дисси говорит, блин, опоздал к началу, как-то у нас дела. Ну, один турнир сегодня, игры на одном турнире закончились, поболели за хавку, он отлично выступил, тем не менее не прошел из группы, но там такая группа, что просто топовые, притоповые люди. Прям три человека из топ-6, топ-7 мира. Просто прррр. И он с ними сыграл 1-2, 1-2, и были шансы. Вот, то есть только Фогич вышел в плей-офф и будет играть с Муном завтра. А сегодня мы смотрим первый тур плей-офф... Фу, какой плей-офф, это чего? Смотрим матчи групповой стадии. Это финал верхней сетки. То есть в каждом из матчей мы победителя отправляем в плей-офф. Проигравший падает в нижнюю часть сетки и сражается за второе место, за квоту, за второе место в группе. А вот победитель спокойно отправляется в плей-офф. А игры плей-офф на DreamHack будут завтра днем. Тодд Ритт, говорит, на перерыв вместо рыба. Что там? Что там? Да я не могу. The Oira Oira. Да я не играл в муравьин, сейчас я не пойму. Не пойму. Посмотрите самостоятельно. Но спасибо. Окей, посмотрим. Командер, привет. Следующие матчи, ну, после того, как Хапач, я думаю, справится с Кравом. Кстати, сначала в первой игре было не очень, но Хэппи тем и хорош, что на дистанции, даже если какие-то были проблемы в играх, это касается и серии, и каких-то отдельных моментов в конкретной игре, он все равно выруливает. О, сейчас 30 секунд смотреть. Смотреть за эту, на эту рекламу. Давайте лучше Пузантоса посмотрим. Как раз 2-3 минуты. На Morrowind есть челлендж, но я до сих пор сомневаюсь, проходить, не проходить, потому что игрушка старая, и в свое время не проходила. Это предготика, да, где вас выпустят. Следуйте за мной. Это предготика или что? Это Elder Scroll? Там наркомания. Понятно, наркомания. Грибы пошли. Ясно. Серьезно, это будет продолжаться. Это весь припев. Полминуты он. Дальше вы не пройдете, пока не получите бумаги. 30 секунд наркомания это с грибами. Окей, бывает. Не, ну, ребят, ну, при всем уважении, при всем уважении, ни в какое сравнение не идет. Погнали. Погнали, говорю. Еееее. Пойду-ка я в кабак. На прошлой неделе они забрали весь мой улов. Сказали, что он пойдет на благотый дел. Иногда им не хватает еды. А, это снова ты, рыба. Ты рыбак? Он рыбак. Пойду-ка я в кабак. Такой голос колоритный у товарища сразу. Видно актера звучания. Он рыбак. Рыба. И да рыба. Я чувствую, как энергия течет, не зная преграды. Дикция отличная, интонация прям. Именно так. Он был рыбаком, но на мой взгляд... Расщепление хорошее. Он слишком зазнался. Знался. Интересно, как ты догадался именно так. Ох, хорошо. Неудивительно, что они забирают мою рыбу. Old School Ork, привет. Когда им не хватает еды. А, это снова ты, рыба. А чевочка зашла, говорит. Ты рыбак? Скриптон Кинг, да, привет. Он рыбак. В мультфильме «Человек-паук» в 90-х был этот голос. Кажется, он с Круджа Макдака озвучивал. Это какой-то знаменитый актер. И так я чувствую, как энергия течет, не зная преград. Рыбак. Эх, пойду-ка я в табицу. Мумитроль, как только приложение нам второе запрубит, думаю, день-два-три. Сотни лет назад, но этим делом занимаются мальки воды. На прошлой неделе они забрали весь мой улов. Сказали, что он пойдет на благодие дела. Михаил Борзунов, говорит. И когда им не хватает еды, а это снова ты, рыба. Ты рыбак? Он рыбак, рыба. Пойду-ка я в кабак, рыба. Ты рыбак? Он рыбак, рыба. И так я чувствую, как энергия течет, не зная преград. Рыба. Не знаю, у меня ощущения. Я смотрю клип уже в который раз, и мне кажется, что он не надоедает. Он хорош. Алексей Борзунов, он же в «Готике-2» озвучил Пирокара, Диего и других персонажей. Оставил нас в 2013 году. Мне почему-то кажется, что у него какое-то театральное должно быть прошлое. Ну, то есть он явно... Сейчас пойду погуглю его. А, вот он какой. Дедушка, 43-й год, ничего в себе. Актер. Кино-дубежа. МХАТ. Актер. «Скружмак, да?» озвучивал, да. 69 лет. Санта-Барбара, черный плащ. Хорош. Рив поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает, «Всем привет из щегальского гнезда, решил залегаться после года просмотра на ютубе. Пользуясь ситуацией, хочу спросить, когда Кипин АГГ вернулся и почему. Вкратце, без сплетен и тому подобных. Что? «Всех с майскими». Хэппи не вернулся на ГГ. Надо переставить, кстати, чатик, потому что Хапача не видно. Приходится... Ладно, погнали. Мы же за Крау болеем. Не-не-не-не-не, болейте за кого хотите. Я чуть больше даже за Хэппича переживаю. Хотя здесь интриги очень мало. Я почти не сомневаюсь при этом, что Хэппи победит. Крок говорит, чат, гудгейм, всем здрасте. Все-таки до конца не ясно, Хэппи имба или андеды имба, или кто из них. Хэппи. Хэппи не андеды. Еще раз спасибо Рэфу. Стратегии, как вы видите, не особо по... Нет, поменялись. У Крава Лич тоже. У Крава Лич. А, прикольно. Офигеть, история жизни. Родился 11 ноября 43-го года. Родители по финансовым причинам отдали его в детский дом, но впоследствии его забрала оттуда бабушка, которая вырастила мальчик. Да. Ну, 43-й, там же беда. Совсем была. А где он родился? В Москве. Странно, какие финансовые причины в 43-м году. То есть там же в разгаре просто была... А, 7-го июня. 7-го июня, то есть он за пару недель до начала Великой Отечественной, да? Ой, подождите, в каком? В 41-м же началось. 22-го июня 41-го же года. В 43-й это серединка уже получается. В 43-м году нет финансовых... Нет проблем. Окей. Михаил, вы меня путаете, как историк. Извините, пожалуйста. Извините, извините. Все, 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 я молчу. У меня проблемы с датами, представляешь? Давайте, чтобы... К игре ближе. А, путаете, пугаете. Вы меня пугаете. Все, 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 извините. Что вы говорили про 41-й год? Ничего не говорил, послышалось. Да, хороший артефакт. Что? Гулька минус? Ну, я слышал, как Гулька умирала, и вроде даже вижу ее труп. По-прежнему, вампиризм для милишных юнитов, особенно после фиксов вот этих вот всех, типа, паладиновской ауры, или... А что там еще, кроме паладиновской? Ну, трушот, конечно, подфиксили это, но подгарк трушот не особо решает. Все равно, представляете, паладиновская аура дает одну единицу армора, что приблизительно равняется 6% здоровья хп. Ну, в смысле, вот у тебя 100 здоровья, ты получаешь армор, армор, после этого у тебя 106 здоровья. А вампиризм возвращает 15%, 15% полученного, точнее, нанесенного урона. То есть при, там, каком-нибудь стандартном или равном уроне, это в 2,5 раза эффективнее, чем добавление армора. Светоносный, здравствуй. Хорошо, с динайл Гульку, дарк ритуалом, но в целом здесь хапачу уже сложновато. Да, но вампиризм только для милишников, это правильное замечание. Причем вампиризм работает и на милишников не всегда. То есть если милишник, грубо говоря, по каким-то причинам не атакует, убегает, стоит в стане, то ауру не работает. Ты сам сказал, если через атаку бить, ставить, армор всегда работает. Да. Но раньше аура паладиновская была покруче, конечно. Крав выходит в Т3. Мы видим ДК и Black Citadel. Эспир говорит, QR-код верни. Блин. Ты прям как Витя. Ладно, давайте я куда-нибудь его поставлю. Куда я его поставить? Под Хэппич опять. Продолжение на волке планируется. Да мы хотели на этой неделе собраться, но... Разок даже проанонсировали, но отменили трансляцию из-за того, что турнир... Инвестилипорт. Ооо, ухо пача еще при этом... Ну, то есть у него эмоции были сейчас на лице. Я думал, мне показалось. Хэппи очень удивлен куар-коду. Да, он дышит постоянно на него. Да и какой successful-то? Это вообще пока ничего не понятно. За последнее время у Хэппи было хоть одно поражение. Ну, карту он отдает регулярно. Правда, на прошлом турнире он, кажется, и карты не отдал. Ну, а самым последним, имеется в виду. Но... Ну, вот Бо-5, я не помню, когда последний раз он проигрывал. Действительно, немножко есть преимущество у Крава по Хэппи. Правда, сейчас доедает... Да нет, и тут хорошая точка тоже. В конце года Фогги прервал 4 года без пролечных Бо-5. А там потом еще брали... Икс Лорд вроде брал, по крайней мере, 2-3 проиграл. Еще кто-то там 2-3. И Хэппич не... Ой, и Фогги еще несколько раз тоже пару карт брал. Кажется, даже выигрыши были. Недавно на финале каком-то там говорят, что Фогги взял. Дредлорда третьим героем. Боуньярд. Боуньярд опасный. Ой, вот сейчас может все закончиться. Блин, успевает уйти Краф. Если бы он начал крепиться, то мог не отступить. Ну, из-за того, что там неудобно выходить, плюс там ауры нет. Его мог просто Хэппич сзади настигнуть, кинуть новую и все. И здесь Дредлорд один без двух других героев. Да какой это Хэпп, ты что, с ума сошел? Ну все, вот и его Крип. Проверяй, Рема. Ну проверяй, где его Крип. Такой, блин, там... Короче, минус Дредлорд, отлично. Этого Голема не отдал. Дредлорда надо спасать. Это не очень сложно сейчас будет, потому что ДК близко. Можно было даже сначала добить Голема, а потом уже ДК спасать. Дредлорда, точнее. Отличный второй Койл. Только получил, и сразу второй закинул, представляете? Все, взял Инту раз, взял Инту два. Можно попробовать поймать на Криппинге, тем более телепорта нет. Здесь вообще Краф остаться может. Ну все. Слип. А там второй Койл, ты леча не убежишь все равно. Так это минус Краф, он здесь как кем-то Макаром может попытаться уйти. Но серьезная проблема у ДК. Большая бутылка, но он все равно окружен. Я бы вышел на самом деле. Леча ты не убьешь. Бри Койл сейчас будет, смотри, в леча Койл. Оп. Оп. И минус Лич сейчас можно сделать. Ну он очень рисковал, идя на эту красную точку. И Хэппич очень правильно прочитал возможное действие, возможный риск. И в результате Краф вынужден был сражаться в той ситуации, в которой он не должен был сражаться. То есть у него есть Боньярд, нет этого. Нет Фрост Вирма. У него недокачанный до нужного уровня герой. Он только что не очень выгодно посражался при этом, при всем. Короче, сейчас Крафт пытается собрать еще одну красную точку. А, Дред Лорда, ой, этого, Деку. Деку выкупил. Не-не-не, не дадут уже, не дадут. Телепорт есть у Хэппи, а у Крафта нет. Новую ловит, прям в самую кучу. Ё-моё, слип на Вирма. Минус Гулька, минус Гарга. Вообще без шансов. Короче, Хапач решил красную забрать, разменял на телепорт. Может быть, и мог оставаться там. Ну, учитывая такой несерьезной армии, но решил стелепортироваться. Дальше Фоггич Блэйд. Да-да-да, дальше по списку Фоггич Блэйд. Потому что в этом матче меньше всего интриги. Учитывая разницу общую по уровню игроков. Но я был удивлен, что статистика там 75-25 приблизительно. Представляете? То есть Крафт еще каким-то макаром умудряется каждую четвертую катку брать. Дреддлорд третий, слип второй. А подскажите, зачем вы Хэппи и колокольчики вампиров качали? Лучше колокольчики или... Что лучше колокольчики или первого левого вампиров? Ну, вроде у Дреддлорда двадцатка. Ее поднимали и вроде назад не опускали. Ауру. Колокольчики он должен, естественно, продать. Это... Простите меня, конечно, но это ошибка, конечно, от Хэппача. Он должен был сливать этот вампиризм. Ауру в предмете тоже сначала поднимали до двадцатки. Там странная логика. Кстати, может быть я не прав. Подскажите, насколько я помню, у Дреддлорда всегда было 15-30-45. Потом они решили, что вампиризм надо поднять у Дреддлорда до 20-30-50. Потом фиксили... А, и потом, соответственно, подняли предмет. Эффект от предмета тоже до двадцатки. А после этого, исходя из логики, что вот мы подняли у героя, но и надо как бы предмет поднять. А потом, фикся все остальные ауры, опустили Дреддлордовскую вампиризм ауру до 15-ти опять. Но Дреддлорда не трогали, правильно? Или нет? Или да? То есть у Дреддлорда сейчас пятнашка, или двадцатка на первом уровне? Короче, Хэппи в любом случае сейчас отбивается, просто 65-54 нычка есть, там нычки нет. И... и все. И это победа. Изявы причем. Стоит с гулями, с гаргами. Гульки пока таскают лес. Ну а че? Нет, здесь. Слип на верма. Нова в кучу гарг. Не хватает Хапачу светколечения. Единственное, чего не хватает. Нова. А где Нова-то от Хапача? Не могу понять. Все, гарги врываются. Убивает Дестра, убивает верма одного, убивает верма второго. 34-70 вообще забеет. Без шансов. Мое почтение. Чатик, всем привет. Миша, я тут приболел на лайтах немного. Три дня никуда не выхожусь. Уже за компом почти 24 на 7. Подумал, что в дни горячих туриков ты примерно... Ты примерно так же. Сила здоровья. Да че, у меня это нормально. Я не болею. Челлендж. Камеру не видно второй. Ничего страшного.